Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вменяют ему статью террористическую, это 205.5, согласно Конституции Российской Федерации. И с 10 июня этого года, 2019 года, задержали одновременно моего отца, это Амерова Энвера и Резу Амерова. Это брат мой, единственный, да? И им так уж цю статью человеку съемшу? У всех у них одна статья уголовная, терроризм, 205.5. Единственное, что у мужа и у брата это по второй части, а у отца по первой части. То есть у отца более тяжко, ему до пожизненного. А чем ця оккупационная влада мотивует? Все вот эти, как и преследования, угнетения крымских татар, крымских мусульман, это не только моих родных, но и остальных наших ребят. Я связываю лишь с тем, что они проявляли активную политическую позицию. И Российская Федерация их угнетает лишь за свободу мысли, свободу выражения своих мыслей, да, так скажем. И Российская Федерация посчитала их неугодными для себя. А чи поддержите вы с ними якийсь контакт, хотя бы эпизодичный? Адвокаты все-таки зрозумели, мают смогу в той или иной способе спілкуваться, а вы как дружина, как донька? Информацию я получаю только лишь от адвокатов. С мужем нам начали давать официальные свидания только по течение полтора года, как он находился в СИЗО. С отцом и братом на сегодняшний день мне отказывают в официальных свиданиях, мотивируя тем, что на период следственных действий они не хотят мне давать и никому из близких. Чи можливы какие-то апелляции, касации о справе вашего человека? Чи можливо доставковое его звольнение? За каких условиях? Ну, пока мне неизвестно по УДО, вы имеете в виду, да, то есть, так как, если смотреть на прежние дела по таким же делам, по таким же справам, по терроризму, то по УДО еще ни один из ребят из наших, он не вышел. Поэтому, ну, запрещают, да, так скажем. Ну, вот буквально до кілька дней в тому відбулся обмін 35 на 35. Чи є можливість того, что ваша родина також потрапит у ці списки для обмін у майбутньому? Ну, мы очень надеемся на то, что следующий этап, это будет уже освобождение не только, так скажем, украинских политзаключенных, да, я имею в виду, но и крымские татары, да, попадут в списки. И то, что мы на сегодняшний день находимся сейчас здесь, да, то есть, это, так скажем, шаг к такому, да, чтобы это все-таки осуществилось, да, чтобы во второй этап попали именно наши родные такожі. Здравствуйте, мои ребята. Ильмі, наступное вопрос к вас. Власне, вы были заступником уряду Криму, вы были заступником главы Верховной Ради Криму, вы довгие годы осуществовали Бахчисарайскую администрацию. Чи поддержите вы сейчас связи с крымскими татарами, которые живут в певострове, и какие политические настроения там пануют? Ну, среди крымских татар, мы, конечно, однозначно контактируем, у нас очень тесные связи. С очень многими людьми я лично общаюсь в телефонном режиме, и настроения практически не меняются. Как с первых дней не признали аннексию Крыма, не признали юрисдикцию России в Крыму, так и по сей день продолжается. Но эти настроения потихоньку переходят на остальную часть населения. Очень многие люди, которые с триколорными, с флажками российскими бегали в 2014 году, сейчас разочарованы. И подтверждением тому выборы в местные советы, которые прошли несколько дней назад. 30% избирателей пришло на избирательные участки. Это говорит о том, что плевок в сторону российской власти или щелчок по носу Путину. Потому что таких низких показателей в Крыму не было никогда. Так, ну, власне, от те роки, которые находились, скажем так, у влади у Крыму, и в районной администрации, Чи можете Вы сказать, что у Вас был полный и добрый контакт с центральной владой Украины в Киеве? Тобто, как складывались отношения между киевской владой и кримской владой в 23 лет? Я, наверное, вот так скажу, центральная власть уделяла очень мало внимания процессам, которые в Крыму происходили. Сепаратистские настроения в Крыму были всегда. Политики сепаратистские настроенные, избирались, были украинскими депутатами, украинскими чиновниками. И я работал и в правительстве, и в Верховной Раде, и был руководителем района. 20 лет практически был на руководящих должностях. И с полной ответственностью могу утверждать, что в Крыму при украинской власти, проукраинской власти не было ни одного дня. Это очень большой недочет. Есть еще один момент. Крымские татары, которые в 1944 году во время Второй мировой войны были депортированы из Крыма поголовно, стали возвращаться в конце 80-х, начале 90-х. И пик возвращения пришелся на развал Советского Союза, то есть появление независимой Украины. И структуры СБУ, МВД, прокуратуры, чиновничьей структуры, то есть руководители городов и районов, рассматривались, вернее не рассматривались как сепаратисты, а сепаратистами считали крымских татар. То есть потенциально угрозу якобы для государственности украинской несли крымские татары. Однако в 2014 году события показали, что все, кого я перечислил, 80-90% оказались предателями. Чиновники, прокуроры, судьи, милиционеры, СБУшники там до 100%. А крымские татары оказались самой последовательной и надежной проукраинской организованной политической силой. Ну, власне, таке питание. Вы сказали, что центральная влада, которая находится в Киеве, напротив 23-х годов не определяла увагу Криму. Это стосовалося лише политики, чи також мали місце якась экономическая недбалість центральной киевской влады по отношению до Півострова? Я думаю, что экономические отношения были одинаковые. Одинаковый уровень коррупции, одинаковый уровень финансирования некоторых направлений по остаточному принципу. Ну, на первом месте была коррупционная составляющая. Привез чемоданчик в Киев, получил какие-то очередные инвестиции. На таких взаимоотношениях и регионы не развиваются, и государство не развивается, и сепаратистские настроения не уменьшаются. Так, ну, власне, от, якщо згадати, березень 2014-го року, ви тоді безпосередньо знаходились у Криму, були головою районної адміністрації. Я приведу, конечно, эти цифры, которые знаю. Ну, обозначу, что это не имеет никакого значения. Российская Федерация под военным прикрытием организовала и провела этот псевдореферендум. Обозначили 80% явки, хотя по нашим наблюдениям было не больше 33-34%. Но, я еще раз повторяю, это никакого значения не имеет, потому что противоречит международному праву, противоречит украинскому законодательству. В Украине изменение статуса любой территории, статуса территории, можно только общеукраинским референдумом обсуждать. А, к слову, в Российской Федерации такой референдум или рассмотрение возможностей выхода из состава Российской Федерации не предусмотрено вообще? Ну, у нас десятки примеров есть, когда люди, не имеющие никакого отношения ни к деятельности каких-либо организаций, я не говорю террористических, организаций, члены которых подвергаются гонениям. Люди, не имеющие никакого отношения к политике или к каким-то конкретным политикам, иногда попадают в лапы ФСБ и под пытками дают признательные показания в действиях, которые они не совершали, берут на себя преступления, которых не совершали, оговаривают людей, которых совершенно не знают. Но это под чудовищными пытками. Поэтому есть, конечно, опасность, но это не значит, что туда не нужно ездить совсем. Есть некоторые украинские политики, которые призывают вообще наглухо перекрыть в своем сознании посещение Крыма. Я эту мысль не особо поддерживаю, потому что журналисты, родственники все равно должны посещать, и Крым не должен чувствовать себя отрезанным ломутем. Он должен чувствовать, что Украина знает о том, что там происходит, и делает очень много для того, чтобы осуществить деоккупацию. Я насчет «делают» очень много имею в виду международные контакты в Организации Объединенных Наций, в Европейском Союзе, в Парламентской Ассамблее, в НАТО, в ОБСЕ, в контактах с ведущими странами мира, то есть с президентами, которые, если с ними долго не общаться, некоторые из них начинают съезжать в сторону возможности или необходимости уменьшения санкций и так далее. То есть Украина должна занимать активную позицию, чтобы партнеры всегда были в курсе событий и поддерживали ее так, как поддерживают до сих пор. За Вашими данными, начиная с 2014 года, че много кримских татар выехало из пивострова и насколько тисно они поддерживают контакты с Меджлисом? «Меджлис» – это выборный представительный орган крымско-татарского народа. Деятельность его значительно изменилась. Если раньше у нас был полный охват на территории Крыма, и этого было достаточно, сейчас некоторая часть уехала за пределы и появились, мы их землячествами называем не диаспорами, но на территории Украины практически в каждом регионе какая-нибудь группа крымских татар появилась. Больше, чем в других регионах, это в Киевской области, в Киеве и Херсонской области. Довольно большое количество в Львовской области, но, например, в Днепре организованно друг друга знают где-то 30-35 семей. Это небольшое количество, но люди в основном едут в Херсон и в Киев. Количество, вы спросили? Так, загальная кількість. Приблизно, хочу. Точно никто не может сказать, потому что никто этих подсчетов произвести не в состоянии. Некоторые люди приезжают, регистрируются как переселенцы, большая часть не регистрируется, находятся все время в движении, в дороге, ездят, у кого есть возможность ездить. Ездят в Крым обязательно, потому что там родственники, там дома, там имущество, там бизнес может быть. За счет чего-то люди живут. Ну, порядка 20-30 тысяч. Мы предполагаем, что уехало. А чи есть, станом на зараз, шлях повернення их домой? Чана Майя. Станом на зараз. У некоторой части он есть, потому что нет информации о каких-то преследованиях или о каких-то опасностях. Но есть часть людей, по которым возбуждены уголовные дела. И мы пытаемся добывать эти информации, чтобы предупреждать людей, которым ездить опасно. То есть, участие есть возможность, участие нет возможностей. Дарья, до вас вопрос. Вы активисткой компании СЕФ Олег Сенцов. Декілька дней тому Олег Сенцов вернулся до Украины, наведал первую прес-конференцию. Можно считать, что ваша кампания закончена? Дуже доречное вопрос. Нет, она не закончена. И про это, до речи, вопрос очень много людей сейчас и на площади Дніпра. И до этого в Запорежье тоже запрашивали. Кампания СЕФ Олег Сенцов не только про Олега Сенцова. Она названа так, действительно, его прозвищем сначала. Но она всегда была про всех политвязников, которые сейчас перебивали в Крыму и на территории Росейской Федерации. И, оскільки, только 35, из 121 известного вязня, плюс 24, эти моряки, которые тоже ходили в 121 человека. Мы не можем говорить о пропитании этой кампании, потому что 86 людей перебывают в тюрмах. Из кримских татаров взагалі повернувся лише Едем Бекіров и все другие перебиваются в язницах. И это только та информация, которой мы владеем. Как еще много людей, мы не можем сказать. Плюс, эта кампания охопляет также тех полоненых, которые находятся в подвалах на оккупованих территориях Донецкой и Луганской областей. Поэтому это про всех, а не только Олега Сенцова. Расскажите, власне, про акцию, которая проходит в Дніпрі, и как будет продолжаться кампания зі звільнением політв'язнів и полоненых? Акция, вона відбувається у вигляді інсталяції з капканів, власне, і раніше їх було 121 кількості політв'язнів плюс моряки. И зараз их 86, на счастье. И вона присвячена тому, чтобы, кроме того, чтобы поддержать этих політв'язнів, чтобы поширювать информацию про эту проблему, чтобы тримать в публічном просторе эту проблему, чтобы люди не забывали, что был не только Олег Сенцов, а Павло Гриба, а еще несколько людей, что этих людей много. Дніпро – это шестое место, мы уже были в кількох других местах Украины, и еще попереду четыре места до жовтня. Далее подивимось, как оно точно будет. Наразі люди, кроме того, чтобы отримать информационные, певные материалы, они могут подписаться на наши страницы, и, власне, я и Олег Сенцову, у меня даже футболка, и на нашей Facebook-сторинце завжди оновлюється актуальная информация из-за того, что происходит из этого вопроса. Кроме того, мы пишем, закликаем людей писать, подписывать листовки, писать листи політв'язням, которые мы потом передаем им. И, в принципе, это такой двосторонний процесс. С одного боку, люди, пишучи лист, они, по-перше, любят дивиться список тих, кто сейчас увязненный, и таким образом ознайомлеваться с этими людьми, то есть в информационный цей простир зануриваться. По-друге, они делают приятно таким образом тим, кто сейчас перебывает в очень скрутном установке. Чи чую вас свит? Чи бачать ваши акции? Так, потому что минулого року акция «Сейва Лехсенцов» стала не просто глобальна, вона стала міжнародной глобальной кампанией. Вона спотримовала близко 40 страны света. И акция «Сейва Лехсенцова» пройшла паралельно в разных странах, в разных местах, и не только в их столицах, а особенно, если я не помиляюсь, у Франции и Немеччини, и был очень хороший отгук. Там люди вышли не только в столичных местах, а и по несколько, там 1, 2, 3, 5, 7 людей вышло с банерами на поддержку в маленьких местах. То есть люди чуют, люди знают, люди цікавятся. Плюс одно из наших заданий – это, власне, коммуникувать с международными организациями, для того, чтобы им надавать информацию. И так же наши представители, они через социальные мережи могут поддерживать контакты с членами ПАРЄ и Европарламентом. Таким чином, это идет постоянный обмен информацией и поддержкой цего всего на плаву. Питание до всех участников нашей разговоры. З вашей точки зрения, что есть механизм защища полоненных в Российской Федерации и на оккупированных территориях Украины? Фатма, пожалуйста. На сегодняшний день я не владею такой информацией, но вижу то, что, исходя из того, что Украина еще не внесла конкретный закон о состоянии наших родных и остальных ребят, политзаключенных, дабы можно было их, так скажем, остаточенно квалифицировать как политузников, то это говорит о том, что Украине еще надо много работать над этим. И внедрять эти законы. Так как если даже Украина делает какую-то помощь, финансирование и так далее, то, как говорил Эльми Ага, они подгоняют этот закон под иные, потому что конкретики нет в отношении политзаключенных. Я согласен с тем, что закон о политических заключенных должен быть принят, потому что пока его нет, действительно, другие службы, которые не занимаются в целом политическими заключенными, социальная защита, образование, министерство, им приходится подгонять некоторые моменты для того, чтобы оказывать содействие семьям и так далее. Кроме этого, Украине необходимо постоянно на должном уровне поддерживать международную политику. Всякие резолюции, протоколы, рабочие встречи должны в повестке дня всегда содержать тему Крыма и части Луганской и Донецкой областей. То есть о деокупации надо говорить везде, всегда и не упускать ни один повод. Дарья, будь ласка, ваша точка зору. Так, я дуже згодна з моими коллегами и хотела бы додати, что действительно не можно выпускать это с публичного простора. Головное, не втрачать постійного поговорения. И, как показывает статистика, что лишь близко 2% медиапростора, занято питанием Крима, и там от 6 до 8, не хочу апелювати точно, потому что не помню точную цифру, но близко 6-8% про Донбас, и это очень мало. То есть, по суті, люди в Украине, они, ну, майже не знают ничего про это. И тому питание, почему Сенсов, например, звольненный, а компания Сейвелих Сенсов, есть. Потому что люди просто про это не знают. И мне кажется, что тут вопрос еще в том, что, чему-то, на жаль, много медиа не зацикавлено робить, много каких-то цикавых, доступных и таких креативных, возможно, передач на эту тему, чтобы людям было цикаво не просто дивиться какие-то там сериальчики и какие-то такие передачи, а чтобы они занимались такой просветницкой деятельностью. Мне кажется, это очень поможет. И, кроме того, это убережит, возможно, тех, кто мог бы стать потенциальными жертвами такого русского режима. Я могу немного напомнить, что информационную войну надо не проигрывать, а выигрывать. И в этой информационной пропаганде нужно использовать не только ждать в результатах информированность населения, но и формировать готовность населения бороться за эти территории. Во все времена за территории воевали, за территории проливали кровь, территории отстаивали. И сдать хоть один квадратный метр, это значит сдать Украину. Ну, но все-таки, если говорить о полоненных, с вашей точки зрения, снова же таки, вопрос к всему. И мы, может, с вас начнем. Какие перспективы обмена всех на всех на сегодняшний день? Тем более, в 2019 году изменилась влада в Украине. Вообще, вот этот обмен 35 на 35 начинался с формулы всех на всех. Если помните, там 80 на 230, что ли, должны были обменять и как бы эту тему на какое-то время закрыть. Есть ли в этом смысл? Это другая часть вопроса. Когда рассуждаешь о конкретной семье, когда рассуждаешь о конкретном человеке, это очень большая трагедия. Например, у Фатны три мужчины из семьи сидят в тюрьмах. Это трагедия для этой семьи. Но когда рассуждаешь с позиции государства, надо думать о том, что государство надо сохранить, государство надо восстановить. И если оккупация продолжается, агрессия российской стороны не уменьшается, менять Украина не угонится за Россией. Она 35 человек отпустила, а сейчас 70 арестует. Она в один день это может сделать, потому что в последнее время были массовые облавы и массовые аресты. Мы это уже наблюдали в Крыму. Поэтому в целом или в масштабах государства надо бороться за деоккупацию всех оккупированных территорий. Это приведет к тому, что перестанут появляться новые политзаключенные. А те, которые есть, значительная часть освободится автоматически. По какой-то части придется поработать, договариваться и так далее. То есть я бы, вот положив руку на сердце, скажу, не ставил на первое место освободение пленных или заключенных, чем деоккупацию территорий в целом. Мы будем сподіваться, что будет и первое, и второе. Рано или поздно. Короче, чтобы раньше это произошло, я вам дякую за эту разнову. Нагадаю, сегодня мы общались про захист прав украинских полетв'язанцев. На все добре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова